Это такое, это вообще никто не создал. Спросить у валютных ипотечников, каково им было. Это будет не сложнее, чем сесть за руль собственного автомобиля. Добрый день, мое имя Яков Миркин. Я ученый, исследователь, публицист, автор книг. Моя последняя книга «Правила бессмысленного финансового поведения». Меня спросили, а какие самые вредные советы вы можете сегодня дать. Первый совет – это слушать финансовых консультантов, аналитиков, прогнозистов и при этом забыть, что они меняют свои прогнозы несколько раз в год в зависимости от того, как и куда пойдут финансовые рынки. Второй совет – господа, живите на вось, говорите себе, ну, как-нибудь все устроится. Берите денег как можно больше, не думайте о процентах, не думайте о том, сколько эти деньги стоят, надейтесь на инфляцию. Это все как-нибудь случится, как-нибудь урегулируется, как-нибудь рассосется, в жизни так будет. У нас это называется брать слишком большой финансовый рычаг. Еще один замечательный совет. К вам приходит ваш друг и говорит, «Ты знаешь, ну вот 60%, ну вот 70%. Ну это такое, это вообще никто не создал. Ну дай денег, дай». Или родственник приходит, дай денег. Я думаю, что друг, ну такой знакомый, ну родственников, ну такая доходность. Тяжелее всех вернуть деньги у родственников, давно известно, у близких знакомых. И, конечно же, под все проекты, даже если вам это предлагают те люди, которых вы знаете десятки лет, где вам гарантируют доходность 60-70-80%. Еще один совет. Вы успокойтесь, все наладилось, все стабилизировалось, все хорошо, все сытно. Не будет больше никаких скачков рубля, не будет никакой девальвации. Вот так все, все, все. Нефть будет 65-70, все будет держаться, в Москву будут стекаться деньги. Этого ничего не будет, потому что у нас очень нестабильная штормовая экономика. В таких экономиках бывают кризисы один-два раза в 10-15 лет, бывают более мелкие скачки. В прошлом году мы только что увидели очередную девальвацию рубля. Мы живем вот такими рывками, тихо-тихо, спокойно, потом вдруг шторм налетит, множество семей остаются. Ну, нельзя сказать, что без ничего, но спросить у валютных ипотечников, каково им было несколько лет тому назад. Еще один замечательный совет. Рассыпчатый зимний снег, первые весенние ростки, ласковое летнее море, задумчивый осенний листопад. Портал finversia.ru Весь год финансовые новости для вас. Еще один замечательный совет. У вас семья, у вас все хотят чем-то заниматься, каким-то делом. У вас есть брат, сестра, родители. И каждый собирается что-то основать. Вот к вам приходит брат или ваш уже подрослейший ребенок и говорит, «Мне такой проект, все будет отлично, я создам бизнес, который прокормит всю семью. Дай, заложи свою квартиру, заложи свое имущество, сестра заложи, заложи отец, заложи мать». Вот заложите, нам не нужно, чтобы получить кредит, для того, чтобы все это развивалось. И вы это даете. И если вдруг что-нибудь не так, конечно же, вся семья оказывается в очень сложном положении. Это не придумки, это не взято откуда-то с неба, это не история. Это реальная жизнь, это то, что на самом деле бывает. Еще одно правило. Этого года, нам может быть и любого, идти за рынком. Вот вы долго ничем не верите, вы скептик, вам кажется, что нельзя вкладывать, потому что этот рынок, он опасное штормовое поле, но нарастает шум, нарастает гул. Вот эта акция, она самая лучшая, она будет расти. крипто, сегодня она стоит единицу, а послезавтра она точно будет стоить 10, или 20, или 30. И вас постепенно пробирает. И самый лучший совет, войти в этот рынок, перед тем, как он рухнет. Так делает большинство из нас, в России, да и не только в России, мы входим на финансовые рынки, как любители, как раз перед тем, когда они собираются рухнуть, и все сливки от этого роста соберет кто-нибудь другой. Поэтому мы обычно говорим, не ведите себя как любители, не ведите себя как незнайки, пытайтесь быть профи, не пытайтесь тратить деньги так легко, потому что вы их очень сложно зарабатываете. попытайтесь разобраться сами, пусть у вас будет ваше собственное мнение о том, что будет происходить на уровне макро всей экономики в целом, о том, что будет происходить в бизнесе, к которому вы связаны, что будет происходить с валютой, с инфляцией, со стабильностью тех финансовых активов, которые вы собираетесь вложить деньги. Ваше собственное мнение, ваше собственное размышление в этом году, не дергаясь, не бросаясь влево-вправо, почитывая. Даже те книги, которые вам покажутся скучными, лишь бы они были профессиональными. Не те книги, которые называются «Как заработать 101 миллион». Будьте рациональными, потому что финансы, финансовые рынки, это просто. К ним достаточно привыкнуть, надеть их на себя, это будет не сложнее, чем сесть за руль собственного автомобиля и влиться в поток проезжающих, и рулить правильно. Удачи вам! Мы нуждаемся в ваших отзывах. Ставьте лайки, если вам понравилось видео. Пишите свои мнения и вопросы в комментариях. finversia.ru делает экономику понятной.